В 90-е годы памятник неоднократно становился разменной монетой в борьбе местных политических сил. Его называли символом оккупационной власти и в итоге бронзового солдата перевезли на военное кладбище. О последствиях этого решения эстонского правительства и дальнейшем влиянии на политику Эстонии в нашем сюжете. За годы независимости Алёшу неоднократно оскверняли. С мая 2006-го монумент стали охранять добровольцы движения «Ночной дозор». Через год премьер-министр Андрус Антип, выполняя свои предвыборные обещания, прикажет демонтировать памятник и перенести воинские захоронения. 26 апреля Алёшу накроют белой палаткой и обнесут ограждениями. Вечером начнутся беспорядки, которые продлятся два дня. Уважаемые жители Эстонии, за последние две ночи мы наблюдали в Эстонии грустную картину. Разъярённая толпа будет крушить остановки транспорта, переворачивать машины, громить магазины. Участников «Ночного дозора» задержат и обвинят в организации массовых беспорядков. Как сказал премьер-министр тогда Андрус Антип, который был инициатором этого мероприятия, он сказал, мы показали всем, в том числе и русским, Эстонии, что эстонское государство существует и что оно независимо. Это вообще похоже на какой-то, ну если не бред, то это какое-то ощущение комплекса национальной неполноценности. Это событие, конечно, раскололо общество снова пополам. И если это и была цель эстонского государства, ну тогда об этом не надо говорить. Позже четвёрку из «Ночного дозора» оправдают. Спустя 10 лет на тот момент министр обороны признает, решение о сносе памятника было политическим. Это принципиальное, это принципиальное противостояние. Были митинги, пикеты, и всё больше и больше это использовалось не как памятник павшим, но скорее как бы символьное место для высказывания позиций, которые прямым образом противоречили и правительственной политике, а также и пониманием всего процесса Второй мировой войны. Российский политолог Михаил Захаров вспоминает, как отразились события тех апрельских ночей на отношениях Эстонии и России. Десять лет назад отношения Эстонии и России на этом фоне существенно обострились. Некоторые московские супермаркеты, например, отказывались торговать эстонскими продуктами. Что касается отношений между Россией и Эстонией, но всё-таки были и светлые периоды с тех пор. Был же практически, я не помню, был ли заключён договор о границе, но по крайней мере было серьёзнейшее продвижение в этом направлении. Российские туристы активно ездят в Таллинн, эстонцы вполне приезжают в Москву и Питер. Поэтому такого жёсткого противостояния, как это было 10 лет назад, сегодня нет. Алёшу перенесли на военное кладбище в срочном порядке по рекомендации кризисной правительственной комиссии. В ходе столкновений были задержаны 1200 человек. Один участник событий, гражданин России Дмитрий Ганин, был убит. Убийцы не найдены до сих пор.